Welcome, 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 дорогие друзья, с вами Виви и мы смотрим с вами, возможно, последнюю игру на сегодня. G2 против команды Laude. G2 в матче Best of 3 лидирует со счетом 1-0 и делает ровно точно такой же драфт, как и в первой партии. Забирает себе Наутилуса, забирает себе Нидли, забирает себе Джинкс. И я, как и в прошлый раз, скажу, я не совсем вижу, куда здесь Наутилус идет, потому что с Джинксом он себя чувствует не очень удачно. Но можно играть. А в предыдущей игре он в итоге пошел на мидлейн. Laude задумались, у них был хороший перевес по игре, они лидировали против команды G2, но концовочку они жестко проиграли. В этот раз, правда, они убирают Грагаса из игры и убирают Дариуса из игры, забрав Джакса предварительно. Не испугались они комбинации Ренниктон-Нидли, как было в прошлой игре, посчитали они, что не будет сейчас никаких Ренниктонов от Брокенблейда. Хотя это странно, потому что Ренниктон против Джакса тоже себя чувствует вроде как неплохо на линии. Дальше, конечно, Ренниктон проигрывает очень сильно. Забирает Тамкенча для Филипп, потому что Тамкенч был неплохой от Цеуса. И Рута спасал до последнего сражения, где Рута натупил. И будет ли от команды G2 снова взята Релл как контрпик к Тамкенчу? Улыбается Мик-Х, Хансама что-то там рассказывает и думает. Команда G2 улыбаясь и Маша. Поппи против Джакса. Это очень жесткая тема. Играть практически невозможно. И добавляет еще Пайка, как контрпик против Офелию, против Тамкенча или как. Химердзингер высматривают разные варианты команды G2. И в итоге оставляют свой драфт на Лулу, который будет усиливать Джинкс, будет усиливать Нидали. Но драфт похуже, мне кажется, чем в предыдущей игре на средней стадии. Там-то через Дариус это все должно было выстраиваться. А сейчас они будут играть через чисто Джинкс. Но Хансама в предыдущей игре никак себя не проявил. Откровенно говоря, он даже очень плохо сыграл партию. Лауды задумались. У них тоже наверняка есть какие-то идеи, как с этим всем бороться. И выдумывали они сейчас, каким чемпионом бороться против Наутилуса. Там проблем не должно быть. Мне вообще кажется, что можно было против Наутилуса взять что-то, что очень жестко его аутскелит. Типа Райза что-то такое. Но Райза страшно брать для спритпуша дальше. Потому что и Поппи будет отменять ему прыжки. Ой, полеты своим прыжком. И Наутилус будет его цеплять, не давать ему упрыгивать. Поэтому Райза не лучший был вариант. Но вот какая-нибудь Аниве, допустим, могла бы очень хорошо здесь работать. Что-то пытался Тенованс объяснить Руту. И Циосу. Возможно, он намекал, что будет оказывать большое давление на Наутилус. И будет ротаться и делать в сторону бот-лейна. И хотел, чтобы в окон кто-то туда смещался. Но поглядим, поглядим. Напоминаю, что мы стримим в прямом эфире все это дело на ВК-плей. Поппи моя первая топ-лейнерская любовь. Топ-лейнерская любовь. Ты что так орешь? Сколько тебе лет? Мне? Мне 18. Боже, какой урод комментирует. Ты, чел, выглядишь очень ущербно. Искренне тебе жаль. Искренне тебя жаль. Главное, что искренне. Не, ну выглядеть как урод, это что же надо уметь? Знаешь, вот есть этот мем, типа, качки, которые вот качки, они хвастаются тем, что они накачаны и так далее. Но на самом деле любой мужчина 3 месяца в спортзале, 3 месяца на персональной диете, он будет выглядеть точно так же. А вот они стать такими, как мы, не смогут никогда. Ну или смогут, но для этого потребуется 5-10 лет. Потому что у нас это трудовая мозоль. А у них это так. За 3 месяца любой из вас может накачаться. Это вообще проще простого. Можно даже быстрее. И это доказывает, кстати, огромное количество актеров, которые снимаются в кино. Что похудеть проще простого. А вот набрать вес очень тяжело. Не массу, ребята, а вес. Массу тоже легко набрать. Потому что наш метаболизм очень легко усваивает наши тела. Изначально предназначены для того, чтобы быть обмышцами. А вот жиром заплыть это тяжело. Советую всем попробовать. Кстати, статистика говорит о том, что девушки не уходят от жирных мужчин вообще. Это тоже статистика. Потому что девочки любят полежать на, так сказать, вот этой прослоечке. А от вот этих всех не уходят только мужики. Так что, если ты качок, вот мне искренне тебе жаль. Поехали! Полторы минуты от матча прошло. Крок у нас на Вуконге в соло собирает топ-лейн. А здесь у нас ребята на боте, видите, сразу начали потасовочку за второй уровень сражения. А Лола, с чем у нас пушинкой, да? А с этой стороны Гардиан. Я все хотел в соло-ку поиграть там Кенча, но все больше и больше, конечно же, не хочу его играть. Вспоминая, как люди иногда не могут среагировать даже на твой прыжок на Рейкане. То есть на Рейкане даже подкидывание там по двум игрокам, а твой Эдакер я просто не увидел этого. А уж на Тамкенче и подавно это будет хреново. Второй уровень выиграли, считайте. Хороший зонинг устроила команда здесь G2. Им осталось забрать Крипчиков. Все, второй уровень у них есть. Капс тоже отдал уровень преимущества Тенованзу, но, правда, тот кривовато зафрезил линию. В итоге линия дошла до вышки. С другой стороны, там Капс будет терять немножко фарма. Микки Икс пробегает, видит, чем занимается Крок. Гонится за ним, стоит вард, начинает его сбивать. Крок теряет очень много здоровья. И это килл уходящий Микки Иксу. Крок, что же ты так? И это был Смайт в руках. Он просто пожадничал и не нажал Смайт, ребят. Он хотел забрать, получить третий уровень и потом через клону убежать в сторону. Но Лулу просто пришла, его убила. И, ну, это провал. В предыдущей игре, вы помните, Крок ошибся. Начал игру без Смайта вообще. Он его не купил. Поэтому он не взял себе сразу второй уровень. Пришлось ему бэкаться. Яки, правда, этим не воспользовался. Мне кажется, потому что Яки даже этого не понял. А вот теперь уже проблема, ребят. Капс ответный пуш устраивает. Вынужден Лиссандр оставаться под вышкой. Яки вместе с Капсом идут на тавер дайв. Микки Икс дамажит, дает замедление. Вышка начинает бить Хансаму. И приходится уходить команде G2 отсюда. Прилетает, правда, сюда на телепорте Лиссандра, Которая успела немножко отпушить крипов на мидлайне. Но и сильно не пострадали. Любопытно, что Хансаму начали танковать, а не Лулу. Ой, Лулу отменила рекол Тенованзу. Ух, хороший хук от Хапса мог бы быть, если бы попал. Но он промахивается. Тем временем, Буконг обворовывает лес оппонентов. Обезьяночка классно фармится. Ой, второй уровень. Микки Икс просто приходит сюда. Нажимает смайт. А, не, не было смайта у него. У него не было смайта опять. Забавно, как он в хук попал. Да, у него смайт вот сейчас откатится. Полсекунды. Вот теперь у него откатил смайт. Это когда я его видел. У него не было смайта в тот момент. О, робо потерял тонус здоровья на топе. Что произошло? Ну, я думаю, это сильно на игру не повлияет. Робо просто вернется на ТП сейчас. Он успеет ли зафризить он линию? Есть вероятность, что он не успеет даже выжить. Тут рядом Микки Икс. А, подожди, а зачем здесь Микки Икс? Ну, зачем бы он здесь ни был, но он зазывает сюда капсы и яйки. Иначе это совершенно другая игра, ребят. Другая Лига Легенд, где мы видим реализацию наутилуса. Два саппорта. Саппорты Тауэр Дайверы. Хук, Тауэр Дайв, Убийство. Хук, Тауэр Дайв, Убийство. Именно так я и думал, что будет отыгрываться игра предыдущая. Но они попытались Арии убить там три раза. Все три раза Арии пережила эти ОЛИНа. И команда Лаут показала великолепную игру в средней стадии. Потом, правда, проиграла, но тоже по другой причине. Здесь же наутилус нам наконец показывает, для чего им наутилус. Он подходит, дает Ешку по крипам, отпушивает их и потом делает ротацию. То есть такой своеобразный Галлио, только более мобильный. И дальше опять через Ешку фармится. В предыдущей игре это не работало. Ну и Тауэр Дайв за счет Нидали и наутилуса будет работать там в 100-100 случаев. Хук не попал. Дрэйк отдает команда G2. Но ничего страшного. Они вряд ли думали здесь играть через пять драконов эту партию. Душа и Элдер Дрэйк вряд ли появится. Учитывая, какой хороший старт для G2. Долго помогали. Ребята с ботлейна. G2 охиков. Но не сумели. Яки. Будет просто выходить в спину. Кабс байтит. Дедхук промахивается. Дедхук атаку ротит. Его ультует. И надо капсу выдавать теперь ульту свою. Он выдает ее по Крока. Хук. Да. Хук ему не поможет убежать уже никак. Его просто убивает. У Яки проблема. У него есть флэш. Надо нажимать. Да, он это делает. Крока убить в ответ он не сумел. Тем временем на ботлейне очень агрессивно сыграл. Хансама с Миккейксом. Почти убили Кацеуса и Рута. Рут отфлэшился? Нет. Тут никто ничего не тратил. Тут Миккейкс тратил флэш. Возможно для инициации, которую мы с вами не увидели. 2-1. Убийство на Наутилуса неприятное. Но ничего страшного. Наут сам виноват со своим Хуком. Если бы нормально попал, было бы все хорошо у него. Пытается пластину забрать. А Миккейкс у него откатился Игнайт. И он хочет в наглую просто ворваться в Рута. Поглядывает на него. Попадает от него. Будет ли от Миккейкса? Я думаю, сейчас будет ускорение. Но ему, видимо, маны не хватает, чтобы сделать W-E-Ignite. А чисто одним Игнайтом он убить не верит, что сможет. Потому что рядом Цеус с Гардианом. И еще у Цеуса, если что, есть Хилл. Наутилус? Да, Наутилус уже здесь. Опять Товардайв. Наутилус даже оказался не нужен. А тем временем Цеус отменяет рекол. Как он там так оказался вне позиции? W. Да попадает же Хансуама. 33 фарма Офелия. Не, ну это как будто первую игру спала команда G2. В первой игре они Наутилуса взяли и играли. Вы сами видели, как. Сейчас же это совершенно другой Наутилус. И было бы логично, если бы первая игра вот так вот шла у команды G2. А во второй игре они как раз вот против команды Лаут уже бы с Наутилусом проигрывать начали. Ну это было тогда было объяснено. Мол, соперник привык уже. Соперник понял, чего ожидать от Наутилуса. И вот они посыпалась. Посыпалась стратегия. А здесь такое впечатление, что команда G2. Ну ничего страшного. Еще раз пикнем Наутилуса. Только сыграем лучше. А Лауды что, вообще не развивались? Как по мне, Лауды тоже должны были в этот момент развиться и сами себе сказать так. Ну, есть идея, как справиться с Наутилусом. Вот, давайте. Пш-пш-пш-пш-пш. Вот так вот играем. Но пш-пш-пш-пш. Никто не сказал им, видимо. Ну или тренер сказал, просто выспаться надо хорошо. Яки тут в одиночку пытается сделать Геральтку. Пришел Робо, отменил ему этот процесс. Но в итоге Яки забирает объект. А Брокенблейд заберет себе глазик. Ну а Яки вместе с Капсом пытается убить. Ну, все тут, забейте, ребят. Тут уже нет игры. Здесь есть сплошное веселье. Хансама, правда, ловит. Будет лезть что-нибудь в него. Он там пытается что-то задолжить. Хотя ни одного заклядного не было оппонента. Пытается Лиссандр убежать от Капса, который за него цепанул. А то пробегает Миккейкс, дает замедление по Циосу. Еще одно замедление и Крока. Шестой уровень, но он не сделал врыв. А почему? А где его ульта? Погодите, он ульту не вкачал? Или мне кажется? Он как будто тратил уже ульту, но я не видел, чтобы он ее тратил. Потому что он ее реально не вкачал на шестом уровне. Но это большие проблемы. Рута здесь зарутили. Начинает избивать. Ему надо как-то найти помощь. Его хукает на Утилус. Что ты делаешь, Рут? Его убивают. Лиссандр выдает ульту по Капсу. Но она ничего ему не выдает полезного. И Крок. Возникает вопрос, где его ульта по-прежнему? Гоняются за ним Яйки. Яйки седьмой уровень. Отзонил Крока. Ждет он, пока тот попытается сбежать. Кидает копье на мимо. Ожидая, что Крок будет делать дочь. Но тот его не совершил. А вот это копье... Ох, тоже пролетело мимо. Крок тем временем сломал вышку на топе в соло. Шесть тысяч к десятой минуте перевес команды G2. Ну и думаю, на этом... На этом игра закончилась или еще что-то будет? Вот это вот G2, которых я ставил, что они могут стать чемпионами. Вообще этого чемпионата. Ну, одних из. То есть по мне, по рейтингу я бы сейчас расставил... Номер один команда Т1. Вторая команда Джин Джи. Третья команда Джиди Гейминг. А вот дальше очень много команд равных по силе идут, как мне кажется. Тут тебе и Билли Билли команда. Тут тебе и G2. Тут тебе и Мэд Лайенсы. Тут тебе и Клауд Найны со своим корейским составом. Они примерно все равны, по моему мнению. Но вот сейчас мы с вами наблюдаем, как наконец-то показывает команда G2, что первая игра это была просто случайность. В которую вляпались они. Ну, бывает такое. Случайности бывают у всех. Главное, чтобы эти случайности не становились факторностью. Как у команды Т1, потому что они, кто не в курсе, четыре финала подряд они проиграли. В четырех турнирах подряд... Ой, упс. Упс. В четырех турнирах подряд команда Т1 доходит до финала. И в четырех турнирах подряд они проигрывают этот финал. Это финал чемпионата мира. Это финал MSI. Это финал корейского чемпионата. Это финал корейского чемпионата. И такое, конечно же, может выбить любого из этой При этом во всех этих партиях их лидерами считали Во всех этих партиях они первую игру выигрывали Во всех этих партиях история Золушки происходила Ну, Золушки имеется в виду, что соперники Синдереллы Они были явно аутсайдерами И то, что они выиграли, многим понравилось Так, у нас здесь тавердайв идет от капса Они уже добивают соперника Как у капса летит настолько мимо, насколько это возможно Из-за этого сейчас Яки вместе с Мик Иксом подставляются Мик Икса убивает с флэша Джакс Ну, и Яки тоже убегает в сторону Почему Вуконг все еще без ульты, ребят? Вуконг реально не взял ульту на шестом уровне Вот что я могу сказать Он на полном серьезе не взял на шестом уровне ульту Я не знаю, как это произошло Но там ЦОС просто в адовом каком-то тильте находится Тильт уровня Кузи чемпионата мира Там 2017 года Вот Крок, он должен сейчас ультануть А он не может ультануть Он, кстати, второй раз уже должен ультануть Он все еще шестой уровень Брокенблэйд появляется Пытается попасть у игроков Тогда проглатывают игрока Всех, кроме Тамкенча Тамкенча там себя проглатить не смог И поэтому он погибает Подходит Тенован с командой G2 На пофиг идет дальше заканчивать эту вышку И их не интересуют какие-то там проблемы Александр делает врыв Цепляется за двух игроков Александру откидывают в сторону Капсы убивают Но, скорее всего, Джиг сейчас заработает убийство Вместе с Яйки Так оно и происходит Яйки еще один килл себе в копилку зарабатывают на Нидали Сколько там у Нидали? 6-0-4 Межай уже 10 стаков Ну, Дарксил пока еще Но это уже, считайте, Межай А Брокенблэйд находит Крока И говорит Не надо, Дядя Федор Здесь мои бутерброды есть Ну, убежал Крока Крока взял седьмой уровень И появилась ульта Он реально, блин, так троллит Крока Это просто Это такие тролли Чувак в первой игре забывает смайт взять Во второй игре на шестом уровне Заву Конга не качает ульту Че происходит? Причем это же обычный турнир Ну, MSI все к нему уже привыкли И команда Лаут вроде тоже должна была быть привыкшая Особенно Крок Который еще играл там в этих Дженейрах И в подобных командах в чемпионате Кореи То есть для него вообще не должно быть никакого мандража Че происходит? Происходит, ребят, что Кореец плывет 0-4 топ лейнер У Робо тоже игра не пошла Он попал под контрпик Ну, вот так Джекс в этой партии 2-0-5 Мне еще нравится Нидали в этой игре Уж не знаю, как делать это Яйки Но у него и фарма очень много 2-500 Хотя там много товар дайвов как раз по Робо зарешали Они против генерала играют просто Поэтому сработало Он самый красивый сайдстеп Даблли, парочку автоатак Доджи удара вышки Подходит, дает автоатак Сразу же отходит, чтобы вышка не могла переагриться Закончился щиток, надо отходить Но можно подкушкой еще по домашней Красиво играет Ханцам Видишь, как по механике делает движение Когда таких игроков видишь на линии у себя Там в платине Ты сразу хочется выйти из игры Потому что ты понимаешь, что ты играешь против чалика Какого-то, который смурфит сейчас Ак поднимает У тебя декерри рут Который попал одно заклинание из 10 Ну, или который фэсчекает в предыдущей игре Как яйки Копье Украл крипчика Ну, это партия уже забить Там 10 тысяч отставания I can't believe Здесь даже чудо пассажей не поможет Если чудо пассажей помогло им в предыдущей игре пассажейшникам То здесь уже ни о каком чуде речи быть не может Геральтка будет, наверное, вызываться, да? Или они решили просто забрать ее Там, не дали просто взяла же себе Геральтку Врывчик От Лиссандры Никого не задевающий Копьишка тоже мимо Сюда вызывает Копье Роба вообще не доджит Яйки, наверное, это раздражает Роба уже второй раз убегает от копья Никуда не поворачиваясь Просто по прямой Геральтка ворвалась Но неудачно Но ее не отменят Да, она успеет ворваться Снести Две трети вышки Рута очень сильная Подамажил Хансама своими выстрелами Но сломать больше ничего, наверное, не сможет команда G2 Дракон 8 секунд Думаю, надо просто здесь потусить рядом С синим лесом оппонентов Чтобы после этого пойти и забрать Опа, ловушечка Перепрыгивание Десант Высадился десант На Хомяка Хомяка убивают И Хук, цепляющийся еще за Джакса Джакс накидывает на себя защиту И только за счет того, что он умеет прыгать И контрстрайком выживает Шишечный десант, ребят, был высажен Дракона сейчас будут забирать или попозже Просто если сейчас забирать То у них будет разделение команды Часть команды останется Часть бэкается Из-за этого они не смогут потом объединиться вместе Да, они решили сейчас забрать То есть часть все же бэкается Не совсем понятно Вот этот плейс от Крока был Куда он шел Что он хотел добиться Ну, с другой стороны, тут все игроки ошибаются Просто невероятно уже у команды Лауд А это не Хомяк был Я подумал, что это был Хомяк, ребят А это был Как его зовут? Снеговик От Микки Икса Я что-то показал, что это Хомяк какой-то был А это Снеговичок Скин, который превращает персонажей в Снеговиков В Полиморф Откуда еще слово Полиморф появилось? А по поводу того, что это же вымышленное Мы же не можем Преформировать ничего В реальной жизни Опа, ловушечка для Брокенблайда Робо пытается доломать вышку Брокенблайд понимает, что он вряд ли бы До упора Джакс так себя вел Поэтому аккуратненько отходит Ожидая, что на него могут сейчас выскочить Три игрока Но на самом деле здесь только один игрок был Добавочный Я даже думаю, Брокенблайд бы справился с ними двумя Ну, как минимум, убежал бы Но он-то побоялся, что здесь еще И там Кенч будет И Вуконг будет Ну, или там Вуконг плюс Лиссандр Допустим, так Шуреля Зачем? Просто так Чтобы было Побили вышку немножко Но добить не получилось Странно, Шуреля от Лулу Идейные составляющие я не увидел Глаза заслезились Наверное, из-за этой Шурели Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу потанковать вышку и джинкс просто пойдет расстреливать но не получается потанковать разным людям поэтому руд жив танковали самый неправильный там сначала танковала потом попе когда начала уже все остальные опа врыв капса с хука вылавливает он афеля копье не дали прыжок там не забаговано случаем не дали ребят чё за бред с дэмэджем не для 907 постоянно я видел такую сильную не дали на про сцене именно такую сильно это тоже был турнир м сай и там играла команда цель га если я не ошибаюсь это цель гашки там 2019 год что-то такое и там контракт сыграл на не дали он или это было в cloud nine тогда не помню то ли в целых это ли в клад на него тоже на не дали играл это бак кстати это был бак можно паузу видели вот это подпрыгивание джакса в конце сейчас я покажу сейчас вот подпрыгивание джакса в конце это был бак он не должен так подпрыгивать воздух он дольше провисел в воздухе вот сейчас он будет прыгать сюда попе поставить стеночку и джакса не должен был так подпрыгнуть он так подпрыгнет из-за того что он находится над поломанным зданием видите ее гораздо дольше находится в воздухе чем он уже должен был приземлиться Он гораздо дольше находится в воздухе. Но не страшно. На этот баг никто не обратил внимание. Если никто паузу не нажал, значит бага нет. Все нормально. Полиформизм от биологии. Дренингреческая. Способность некоторых организмов существовать в состоянии различных внутренних структур или разных внешних формах. А, так это все же существует такая тема? То есть это из природы взято? Ай-яй-яй. Какой регион ЛЛ? ЛЛ это бразильцы были. Они проиграли свою серию 2-0. Ну, тоже ожидаемо. И в итоге G2 завтра, не завтра, послезавтра. Да, послезавтра. Послезавтра G2 будет играть против команды PSG Talony. А Detonation Focus Me послепослезавтра будет играть, в пятницу короче говоря, будет играть с командой Loud. И проигравшая здесь команда вылетает с чемпионата MSI. Спасибо, что приехали, как говорится. Целый месяц готовили. Приехали в Лондон, готовились целый месяц, сыграли две серии Best of 3, вылетели. Ну, это нормально для таких турниров. Команда, соответственно, проигравшая здесь падает вот сюда вниз. Сюда упадет. И здесь победитель останется в живых. Только я не понял. Победитель остается в живых. И потом играет еще A2 с B2, да. То есть у них еще будет один дополнительный матч. А, ну да, это из-за корейцев. Потому что тут у нас пять команд. И должно сюда три попасть. Два победителя, одна добавочная. И тогда на восемь команд плей-офф годится. Ну да, все верно. Ну, как-то тяжеловато. Я по поводу того, что маловероятно, что выйдет, что выйдет какая-то другая команда. Отсюда выйдет G2, но они будут жопу рвать, чтобы выйти отсюда. С PSG им нужно жопу рвать. А отсюда выйдет Bilibili Gaming. И, соответственно, PSG будет играть вот с кем-то из этих двух. С Gigabit Marines, либо с Golden Guardian. И очень высокая вероятность, что они будут с Golden Guardian играть. И Golden их тоже победят. И Major Region. И в полном составе все команды будут. То есть две европейские, две китайские, две американские. Возможно, какая-то другая сможет зайти сюда. Хотя, с другой стороны, так и обычно в турнирах было MSI. Так что ничего удивительного. Просто пока я не вижу среди этих двух команд, четырех команд, как вот Detonation и Laudo могут победить их. Ну, а здесь еще хуже ситуация. Здесь уж совсем большая разница. Bilibili. Ну, Rainbow Seven, им вообще не весело играть. Хотя, опять же, ребят, мы не знаем, что с Gigabit Marines. Дело в том, что вьетнамский регион, вьетнамский регион, он вроде номинально очень сильный. Он даже, ну, некоторые ставят его сильнее европейского региона. То есть, мол, сильнее американского он точно. А некоторые ставят даже сильнее европейского его, как будто. Но при этом, кроме старых заслуг Gigabit Marines, ничего больше нет. Напоминаю, что у них был ковид. Они не приезжали на международку два года. За эти два года они тренировались только друг с другом. Это как закрыт такой чемпионат, закрытая команда. Чем-то напоминает, знаете, эту историю со сборных СССР по хоккею, которая приехала в Канаду играть против канадцев в хоккей. И канадцы, будучи уверены, что никаких шансов у СССР нет, без шлемов первую партию даже проводили против них. Хотя шлема уже были тогда, и это просто был знак неуважения. Мол, вы не профессионалы, мы не будем с профессионалами, мы будем только с профессионалами шлема надевать. А тут бах, их раскатали. Ну и вот здесь такая же история может быть. Может быть, все гораздо проще. Gigabit Marines, отсутствие двух лет международной практики, отсутствие нормального чемпионата своего собственного, ковид, ковид-ограничения, продажные матчи. Все это вкупе приведет к тому, что Golden Garden их просто 2-0 сделают, как вот бразильцев, и они будут там бороться с Rainbow Seven за последнюю позицию. Потому что китайцев здесь точно им не победить. Billy Billy Gaming — это как бы, на секундочку, команда, которая чуть не выиграла чемпионат Китая. Те же самые JD Gaming. У них там уровень игры, у этих команд одинаковый. Здесь Ягао, Бин на топе, ребят. Бин — это лучший игрок в мире. На секундочку, опять же, да? А здесь чем отвечать? Ну, вот здесь в Канавии рулер есть. Вот как вот этих игроков побеждать? Пфффф, никак. Ладно. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы ничего не пропускать. Увидимся в следующем видео. Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok